Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые друзья! Сегодня мы с вами побываем в райском саду. Да-да, вы не ослышались. Мы с вами побываем в саду роз, в тайном саду, который расположился на территории чуть меньше пяти соток. За счет чего же достигается этот волшебный эффект? Ну, первое, многочисленные перголы, арки, увитые розами, создают сразу 3D-эффект, то есть придают объем пространству. И когда вы гуляете по саду, то со всех сторон вас окружают не только божественные цветы, но и божественный аромат. Второе, сочетание цветков разных цветов, оттенков, размеров и форм. Розы высажены большими группами, за счет чего создается плотное цветовое пятно. Четвертое, очень важна свита для роз, то есть правильный подбор цветущих растений, окружающих их. Например, сиреневый или голубой клематис. Выбирая партнеров для роз, следует ориентироваться не только на цвет, но и на окраску, форму и размеру цветков и соцветий. Растения с ажурными соцветиями и мелкими цветками, такие как гипсофилы, василистники, кровохлебки, тысячелистники, прикроют оголившиеся стебли роз. Высокие многолетники служат не только отличным фоном, но и их вертикальные соцветия помогают расставить акценты в саду, таких, например, как дельфиниумы, наперстянки, шалфеи, колокольчики, акониты. Прекрасного просмотра вам, друзья! И надеюсь, вы со мной поделитесь своими впечатлениями. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует...